Привет! Прямо сейчас я нахожусь в Париже. И сегодняшняя задача — посмотреть все кибер-клубы, которые находятся в этом городе. Франция — это не просто туристическое место, самое популярное в мире. Это еще и киберспортивная страна. Большое количество команд, большое количество игроков. Даже один из самых лучших игроков мира за его родом из Франции. Мне интересно, насколько эта сфера здесь развита. Возможно, здесь кибер-клубы уровня лучше, чем в СНГ, а возможно, хуже, чем в Африке. Кстати, я не знаю, какие кибер-клубы в Африке. Надо посмотреть. Сегодня наша задача — понять полностью этот рынок. Но чтобы было бы интереснее и моя критика была бы лучше, я для этого открыл свой кибер-клуб. Ролик уже вышел, и вы можете посмотреть его вот здесь. Мы потратили полмиллиона долларов на эту историю, поэтому сегодняшняя моя критика будет более объективной. Ну, я жду от тебя лайка, если тебе понравится этот ролик. Буду рад очень сильно твоей поддержке. Давайте приступать. Первый кибер-клуб, который находится в Париже. Сейчас мы находимся в 10 минутах от Лувра. И этот клуб находится, можно сказать, в сердце Парижа. Клуб называется Milk Asus E-Sport Arena 24 на 7. Вот эти вот цифры меня очень сильно удивили. Что-то в Европе 24 на 7. Серьезно. Ну, а также в названии есть Asus. Интересно, это какая-то коллаборация или что? Возможно, там все девайсы Asus. Давайте смотреть все от начала до конца. Погнали. У вас 150 компьютеров. Насколько часто они заняты? На выходных, да. На выходных здесь много людей. В будни дни у нас всегда есть свободное место. А сколько компьютеров сейчас заняты? Сейчас только 40 компьютеров. Справа от нас находится 10 компьютеров, которые типа для сюрфинга и в интернете, и для работы. Ничего больше. Это не игры. Очень, конечно, старенькие. Прям очень. И не очень игровые кресла. Ладно, это нам неинтересно. Нужно посмотреть, как выглядят игровые зоны. Ну что ж, давайте смотреть, что у нас здесь. Так, я вижу здесь продолжение той офисной зоны. А вот тут нас уже встречает что-то похожее на игровое место. Здесь у нас уже ребята играют всякие игры, как я вижу. Это у нас валик. Справа, как я могу понять, это у нас VIP-зона. И тут у нас уже встречает общий зал. О, я слышу русскую речь. Насчет воздуха. Он тут плюс-минус неплохой. Но вытяжки никакой нет. Есть один единственный кондиционер. Но пока что все, что я вижу, это попытка сделать из очень маленького места максимально эффективное место для окупа. Здесь у нас продолжение общего зала. И на самом деле пока ничего интересного здесь не вижу. Здесь у нас буткемп. Но очень странно, потому что 6 мест. И у каждого стола 2 монитора. Во-первых, что это за кресло, как будто гоночное. Во-вторых, что стало с этой ручкой. Почему нет коврика на мышке. Почему нет стола на траве. Что это за огромная клавиатура. Все очень пыльное. Везде паутина. Я не знаю, чуваки. Так, здесь у нас уже адекватный буткемп. А здесь у нас уже есть нормальное кресло. Ну, как нормальное, оно просто целое. Но оно все равно считается офисным. Так, у нас здесь мышка Logitech. Хотя клуб называется Asus. И нет коврика. И, как я вижу, челик тоже без ковриков играет. Так, ребятки, хочу похвалить Pink. Он здесь реально приятный. Если вы из Франции и не Project Rock, то у меня к вам вопросы. Другой момент. У меня мерцает экран. Вот, ребятки, он постоянно темнеет. Видите? Мерцает. И это реально заметно. И это неприятно. Следующий момент. Смотрите, я сейчас нажимаю Shift-Up. И я буду слышать CSGO с динамиков монитора. А где наушники? Здесь нет наушников. Короче, ребятки, FPS у нас 400 стабильный. На самом-то деле играть можно. Играть можно, если забыть то, что у тебя нет коврика, то, что у тебя нет наушников и звук с динамиков. И плюс у тебя стол дергается, потому что кто-то там пинается. А что я могу сказать? И прийти поиграть, вот когда у тебя безысходность, где поиграть можно. Если вы придете со своей мышкой, клавиатурой, наушниками и ковриком. Потому что здесь и со своим монитором. Я не знаю, короче, мне не нравится, чуваки. Ну, просто от безысходности поиграть можно. Так, ребятки. Ну, я думаю, что обзор этого клуба закончился. Клуб, который называется в честь Asus. Но у них только мониторы от Asus. Это очень странное решение, конечно. О, кстати, интересный туалет. Есть женский туалет и мужской. Слушайте, ну, как будто на вокзале. Но в целом нормально. Ой, смотрите. Это... Это что такое? Это сенсор? Короче, тут есть еще какая-то комната, похожая на нормальный. Клуб. Я там вижу нормальное кресло. Там есть коврики. Там как будто частичка нормального клуба. А здесь нет. В итоге я понял, что это коллаборация. Это коллаборация другого кибер-клуба, который решил встроить в этот клуб не особо крутой. Свою комнату, чтобы показать, что мы существуем. Ну, а этот клуб, он просто есть. Он, видимо, здесь уже какая-то легенда. Но, понятное дело, я не рекомендую его. И надо сюда прийти только, если у вас безысходность и нужно поработать ночью. Не думаю, что другие клубы работают 24 на 7. Сейчас мы находимся в одной минуте от Лувра. Это просто гениальная какая-то локация. Здесь огромный поток туристов. И просто прекраснейший вид. Вы просто посмотрите. А здесь нас встречает кибер-клуб, который называется Е-спот. Пэрис. Так, заходим. Здесь нас встречает админка и турникеты. Это очень интересно. А здесь у нас проектор, где у нас играет гейм-религион с героик 13-15. Я уже второй раз пропускаю игры героик, потому что это неинтересно. Они все будут выигрывать. Опять. Сейчас последний раунд для героики. Посмотрим, поддержат ли здесь ребята эту команду. Ситуация 2 в 1 и реакция, реакция зала. Вроде бы довольна, вроде бы нет. Ладно, сейчас компьютер стоит 8 евро. И если мы возьмем пакет на 10 часов, то он стоит 40 евро. Давайте подходить уже к компьютерным местам. Насчет вентиляции. Если в прошлом клубе ее просто не было, там был только кондиционер, то здесь они проработали очень неплохо эту историю. Очень похоже все на наше. Лотки в черном цвете, огромная вентиляция, даже больше, чем у нас. Все сделано очень аккуратно. То есть здесь я не вижу паутины, здесь я не вижу пыли. Ребята просто красавчики капитальные. Тут нас встречает витрина, выставка кубков. Но вы можете подумать, что это их, они заслужили их, но нет. На самом деле это не так. Ребята показывают турнирным операторам, которые решили провести турнир в этом кубер-клубе. Кубки, которые они могут сделать. Это очень классная история, не стоит заморачиваться насчет кубка. Тут есть все на выбор. Здесь мы видим то, что они партнеруются с Logitech и с Intel. Наверное, у них все девайсы с Logitech, если так. Как только мы заходим, мы замечаем около шести PlayStation Zone. Можно обыграть в любые игры, но это все общий зал. И у вашей геймпады на цепи, блядь. Посмотри на эту хуйню. Ну, наверное, тут были какие-то ситуации, когда они поняли, что это необходимо. Но выглядит, конечно, очень дико. Но объемы здесь огромные. Очень много людей, очень много PlayStation. И здесь мы можем заметить как раз-таки тот самый симулятор вождения. Давайте попробуем спуститься вниз. Вау! Слушайте, выглядит очень интересно. Просто нечто. Это неожиданно круто. Посмотрите на это количество компьютеров. Здесь как будто их больше, чем сотен. Тут запрендировано полностью кресло под eSport. И, очевидно, здесь не только это сделано, но и все само кресло. Компьютеры наверху, но проводов не видно. Я впервые вижу такое исполнение всей этой зоны. Посмотрите. Короче, кресло здесь очень крепкое, очень жесткое, как на табуретке. Но приятная табуретка. Очень приятно сидеть. По сравнению с тем клубом, где мы сейчас были, это прям хорошо. Так, какая же красота. Вы просто... Это огромный масштаб. Выглядит, как будто здесь около тысячи квадратов. Слушайте. Здесь прям можно спортом заниматься, пробежку устраивать. А что это? Если это их, то это вообще трэш. О, смотрите. А здесь стримерская... Даже не стримерская, а студия, знаете? Здесь студия, плюс есть какие-то трибуны. Они, видимо, здесь какие-то турниры проводят локальные. Я видел, что там был парень, который играл в компьютер через геймпад. И, скорее всего, это здесь модно. И вы только посмотрите, тут геймпад почти что на цепи есть у каждого компьютера. Я это вижу впервые. Круто, правда? Наушники у нас Logitech, не самые дорогие. Мышка в хорошем состоянии, она очень плавно идет. Коврик явно свежий, новенький. Калайтура у нас Logitech. И монитор какой-то китайский, видимо. И яма. Помните, я вам говорил, что у нас 120 сантиметров длина этого стола? А здесь, мне кажется, около 80. Я сейчас включу линейку и проверю. Ровно 90 сантиметров. Вот, смотрите, 90 сантиметров это мало. Поэтому у нас метр двадцать. Давайте прогуляемся дальше по клубу. Мне интересно, сколько здесь компьютеров. Как это все выглядит масштабно. Это просто супер красиво. По периметру всего этого помещения у нас есть компьютеры. А в центре по 8 компьютеров в круг. Честно. Тут все одинаковое. Тут все компьютеры, скорее всего, одинаковые. Но мне тут нравится. Вау, смотрите. Тут написано, сколько человек сейчас в онлайне. 43 человека. Здесь. Охуеть, просто. Тут есть свой дискорд. Ты коннектишься. И тут все ребята из клуба. Чувак. Это так круто. Шоу называется Gigi Leap. И, видимо, это какой-то популярный европейский. Но выглядит круто. Правда, хорошо выглядит. Быстро тыкается. В целом, я здесь минусов абсолютно не вижу. Пока что. Я хочу зайти в КС и посмотреть, сколько у меня будет фпс. Я вот веду мышку. Она на проводе. И каждый раз задеваю монитор. Вот посмотрите на это. Ну, конечно, я тоже движение делаю. Но я задел случайно. То есть, чтобы не мешало, нужно сделать вот так. Но она все равно задевает. Смотри, смотри. Короче, надо двигать абсолютно очень далеко назад. Вот так. И все равно она здесь. Короче, монитор точно должен быть на кронштейне. Ну, а также тут представлен топ-10 игр в e-споте. Первое место Fortnite. Valorant, Fall Guys, League и Rocket League. А где КС? Он только на шестом месте. Так, по картинке. Мне она очень нравится. Тут монитор не мерцает. Играть приятно. Так, фпс у нас 500, смотря вниз. И 400, если мы играем. Честно говоря, тот же самый фпс, который был в прошлом клубе. Но, ребятки, тут очень приятный воздух. Здесь его много. Я даю респект этому рабочему месту. Второй этаж. Тут есть еще пространство. Тут у нас пластэшны. Диваны удобные. Три человека могут поместиться и играть комфортно. Телевизор у нас около 50 диагонали. Но тут красивый вид. Давайте посмотрим, что из окна у нас открывается. Ребятки, из этого киберклуба открывается вид на гребаный лувр. Посмотрите на этот вид. Это просто настоящая Франция. Настоящий Париж. Что я могу сказать про этот киберклуб? Я в целом доволен. Были моменты, которые меня просто убили. Геймпад на каждом столе. Огромное пространство. Очень все аккуратненько, стильненько. И видно, что они вложили сюда огромные деньги и не сильно экономили. Прийти поиграть абсолютно рекомендую. Тем более за такие приятные деньги для Европы. Здесь все очень дорого. Но это стоит того. И последним нашим киберклубом будет Виталити. Да, вам не послышалось. У организации Виталити, которая выиграла этот мейджор, есть свой киберклуб. Где есть и офис, есть и кафе, компьютеры. И самое главное, место, где можно смотреть матчи. Фанатам, да приходите и сделайте это в одном месте. Но нужно сделать одну большую пометку. Это не бизнес. Сейчас я вам покажу, почему. Пойдем. Только не удивляйтесь. Все здесь выглядит странно. Потому что они закрыты. Я нашел контакт человека, который отвечает за этот киберклуб. И он ради меня, ради вот этого ролика, его открыл и позвал сотрудников. Поэтому, ребятки, с вас определенно лайк. И из-за этого мы будем видеть некоторые моменты. К примеру, мониторы здесь не работают. Где-то у нас компьютеры не убраны и так далее. Но у меня просто рейс уже через несколько часов. И они пошли на уступку. Как только мы заходим в киберклуб, мы видим продажу мерча. Все, что связано с Виталити. И на самом деле, я вам скажу так, они очень даже стильные. Есть такие а-ля топики. Я не знаю, что это. Очень приятный цвет у штанишек. И скажу вам честно, по материалам, как будто не экономят. А здесь вообще коллаборация с Наруто. Но одно из самых приятных, что я здесь вижу, это вот эти вот приятнейшие бомберы. Посмотрите, как это красиво выглядит. Стоимость такого бомбера 230 евро. Это много, конечно. Но зато ты ходишь в лимитированном, скорее всего, и красивом мерче любимой команды. Тем более победителя мейджора. В целом, молодцы. Выглядит все очень красиво и со вкусом. Опять же, смотрите. Вот эта вся история только из-за того, что они закрыты. И открыты только для нас. Давайте проходить. Здесь мы видим буткемп. И если все киберклубы продают буткемпы, знаете, что Стива Ли Виталити? Не продают. Сюда просто прийти с друзьями поиграть невозможно. Это Стива для профессиональных команд. Здесь сейчас 4 компьютера, но должно быть 5. Опять же, причину вы все знаете. И что самое приятное, здесь у каждого компьютерного места написано имя. Имя игрока Виталити, на котором играет человек. То есть тут написано Dupree. Это означает то, что на этом кресле, на этом столе играл Dupree. Справа от меня сидит... Кто у нас? У нас сидит Apex. То есть можно давать ему в битюню такую воображаемую. Мониторы у нас все BenQ. Zowie 2546. Слайтуру Extrify. Ну, понятное дело, проигроки сюда приходят и меняют все на свое. M42 у нас мышка Extrify. И что самое странное, наушники не какие-то там суперигровые, а музыкального бренда JBL. Честно говоря, я уже не в первый раз вижу эти наушники. Мне они очень нравятся. Они из очень качественных материалов, сделанные хорошей шумоизоляцией. И выглядят они неплохо. Но я не знаю, как они в КСе себя чувствуют. Ну что ж, пойдем дальше. Мы проходим дальше в гейминг-зону. И, наконец-то, мои деньги я смогу здесь потратить. Потому что здесь я уже могу покупать часы и играть в киберклубе. Но перед тем, как вы начнете тратить свои деньги, здесь у нас есть все достижения, все кубки компании Vitality. Понятное дело, тут все оригинал. И здесь мы видим Blast за пример Fall Final. Он выглядит, кстати, красивенько. 30 компьютеров. Я посчитал примерно 30 компьютеров. И что самое интересное, тут самая дешевая цена за каждый час. 4 евро. Я спросил, ребят, почему так? А они мне ответили, это не бизнес. Мы работаем очень мало по времени. Сейчас у вас на экране и график работает. И вы поймете, о чем я говорю. Вот тут уже ситуация не самая красивая. Какие-то дырочки есть. Мониторы, кстати, пыльные. Мониторы 24-11p. То есть это уже не 25-46p. Но по девайсам тут такой же стандарт. Но в целом, когда люди делают это не для бизнеса, я думаю, что и упрекать их не за что. А справа от меня есть проектор. И как мне сказал управляющий, вот, к примеру, сегодня или завтра у них будет какой-то плей-офф в лоле вроде бы. И они уберут все эти компьютеры, поставят мешки, кресла. И все будут смотреть этот матч вместе с фанатами и вместе с управляющими в этой организации. А что-то потеряли управляющие. У них есть офис на верхнем этаже. Нам не разрешили туда подниматься. Но весь штаб, который есть в Vitality, он наверху. Все в одном месте. То есть я могу сделать вывод, что организация Vitality работает 7 часов в день. Что-то мало, да? Здесь у нас кафешка. Не путайте с кухней. Здесь нет каких-то сложных заготовок. Продаются снеки, напитки и тому подобное. Ну а сзади меня находится единственный PlayStation, который есть в этом кибер-клубе. Окей. Здесь у нас в итоге 30 компьютеров. Здесь у нас ачивки. Но есть еще нижний этаж. И давайте я вам его покажу. Он интересен. У меня есть для вас розыгрыш. Я прикупил себе рукава. И один из рукавов я разыграю среди вас. Это коллаборация Наруто и Vitality. Ну а также мы получили наклейки. Стикеры, которые прям копия КС. Рукав я разыграю в своем телеграм-канале. Розыгрыш уже активен и осталась ровно неделя. Поэтому заходи и подписывайся. А наклейки вы сможете получить в кибер-клубе Собершок Премиум в Тбилиси. Просто назвав промокод Vitality на админке. У нас осталось их 38 штук. Поэтому спеши. Ребятки из Vitality сделали просто место, где находятся их фанаты. Где они общаются. Вот сейчас наверху я слышу собеседование. То есть кто-то приходит, общается с организацией прямо здесь. Это удобно. Это очень удобно вместо каких-то ресторанов и больших офисов. Здесь у нас большая конференция. Там у нас находится кухня для сотрудников. Мы его снимать не можем. Кстати, очень красиво смотрится. Я купил очень много футболок. И я думаю, что можно расставить вход в кибер-клуб вот таким образом. Я купил футболок на 1000 евро. Вы помните это? Так, ну что, заходите. Сейчас я вам покажу кинотеатр. Здесь ребята из Vitality делают собеседование, как мы сказали. И смотрят что-либо на таком большом проекторе. Это домашний, это офисный кинотеатр. Они сделали классную историю на самом деле. За 4 евро ты можешь поиграть в компьютер. Хоть и мало по времени, 7 часов в день. Но в любом случае, ты можешь как фанат Vitality прийти, поиграть, увидеть таких же людей, как ты. И кайфануть. Если тебе понравился этот ролик, не забудь, пожалуйста, подписаться на канал, если ты это еще не сделал ранее. Все ссылочки на меня есть в описании этого ролика. Но я тебе советую посмотреть вот этот ролик, который у тебя на экране. Он тебе понравится. Пока.